В этом году принято решение вывести начальную школу из лицеев и гимназий и перевести будущих первоклассников, которые прописаны в закрепленных за этими школами домах, в Центр образования. Благодаря этому нововведению дети из всех школ города, которые будут поступать в первые классы, после окончания четвертого смогут написать экзамены и пройти отбор в статусные школы. Ученики Центра образования будут сдавать экзамен вместе со всеми и поступать на общих основаниях. Мы всегда сталкивались с тем, что родители говорили о невозможности поступления детей и отсутствии равных возможностей поступления детей в лицеи и гимназии, что дети, которые проживают в новом районе, такой возможности не имеют. Вот исходя из долгого анализа, мы поняли, что наиболее оптимальное решение – это вывести начальное общее образование из-под двух наших лицеев и гимназий. Набирать первоклассников Центра образования будут учителя, которые в мае выпускают четвертые классы в лицеях и гимназии. Всего планируется открыть шесть классов по 25 человек. Распределение детей по классам – это всегда было и есть и остается полномочием образовательной организации. Поэтому выбор учителя у нас никогда и не предполагалось. Родители иногда пишут свои пожелания, но еще раз повторяю, что распределение по классам – это только право образовательной организации. Обучать детей в Центре образования будут по одной из федеральных программ по учебно-методическим комплексам, которые утверждены министерством. Право выбора этого комплекса лежит на школе. Напомним, прием документов первой класса начнется 1 февраля в 10 часов. Заявление можно подать через портал Госуслуг, непосредственно в школу или в многофункциональный центр. Документы в Центре образования принимают по адресу улица Куйбышева, дом 1. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.